Британская монархия Многие из украшений представляют собой историческую ценность, а некоторые сделаны специально для королевы. Как вы догадались, сегодня мы поговорим о самых любимых и баснословно дорогих украшениях Елизаветы Второй. Здравствуйте! Вы на канале Максим Демидов. Если вам интересен мир ювелирных украшений и драгоценных камней, то непременно подписывайтесь на наш YouTube-канал и социальные сети. Ссылки на них вы найдете в описании под этим видео. В этом выпуске вы узнаете, как тиара из Российской империи стала достоянием Букингемского дворца. Заинтригованы? Тогда смотрите видео до конца. Елизавета Вторая обладает бесчисленным количеством драгоценностей, и некоторые из них стали достоянием династии, как дипломатические подарки. Например, в день свадьбы королева получила в подарок от народа Бирмы рубины. В 1973 году монаршая особа заказала у придворного ювелирного дома Джерард тиару и отдала мастерам драгоценные камни из личной коллекции. Ювелирный шедевр превзошел все ожидания. Мастера с использованием бриллиантов и тех самых бирманских рубинов сотворили блистательную диадему в виде венка из роз. Для королевы это украшение имеет особое значение, ведь народ Бирмы приписывал алым самоцветам способность защищать своего владельца от болезней и зла. Бирма – самое древнее месторождение ювелирных образцов рубина. Этому огненному самоцвету мы посвятили целый выпуск. Кстати, для создания некоторых украшений мастера ювелирного дома Максим Демидов используют природные огненно-красные бирманские рубины. Елизавета II очень любит носить броши. Многие из них достались ей в наследство. Например, вот это украшение – брошь Кулинан 5 или брошь сердца – досталось ей от бабушки Марии Текской. Крупный бриллиант в форме сердца – это не что иное, как часть самого большого алмаза Кулинан. А он по-прежнему считается крупнейшим из когда-либо найденных алмазов в мире. Елизавета стала обладательницей броши в 1953 году после своей коронации. Брошь Бахрама «Водопад» тоже достался монаршей особе в наследство. Украшение было изготовлено придворным ювелирным домом Джерард в 1856 году для королевы Виктории. Все изделие состоит из крупных и малых бриллиантов, которые струятся вниз, словно водопад. На свое 18-летие от родителей Елизавета получила аквамариновые броши-клипсы, которые стилизованы под букву «W», с которой начинается фамилия королевской семьи – Виндзор. Эта брошь полностью копирует свадебный букет Елизаветы II, но по неизвестным причинам королева никогда не надевала это украшение. А вот что королева действительно любит, так это сапфиры. Броши в виде сапфирового банта, пера, георгина, листа и другие Елизавета II носит весьма часто. Сапфиры действительно для королевской семьи имеют огромное значение. Например, в сокровищнице Букингемского дворца есть знаменитая британская сапфировая парюра. Колье, серьги и тиара были изготовлены в 1850 году. Приобрел ювелирный сет дедушка Елизаветы Георг VI. Кстати, в 1959 году колье было дополнено сапфировой подвеской, которую легко можно было снять и носить как брошь. Благодаря своему насыщенному и благородному синему оттенку, сапфир по праву считается королевским камнем. Мастера Максим Демидов сочиняют высокохудожественные ювелирные украшения с эталонными образцами сапфиров. Коронованным особым никак не обойтись без украшений для головы. В сокровищнице британской королевы есть изделие из Российской империи. Владимирская тиара – это одно из любимейших драгоценностей Елизаветы II. Культовое украшение проделало большой путь, прежде чем стать достоянием Букингемского дворца. Все началось в 1875 году, когда младший брат императора Александра III Владимир Александрович преподнес своей невесте Марии Павловне подарок – бриллиантовую тиару. Роскошное украшение представляло собой 15 пересекающихся бриллиантовых колец с каплевидными жемчужными подвесками. После революции 1917 года Мария Павловна была вынуждена уехать за границу, а все свои драгоценности она надежно спрятала в особняке князя Владимира. Спустя несколько лет через третьи руки тиара вновь попала к своей законной владелице. После смерти Марии Павловны владимирское украшение перешло по наследству к ее дочери Елене, но так, к сожалению, была вынуждена продать тиару, чтобы поправить свое финансовое положение. Купила украшение никто иная, как Мария Текская, бабушка Елизаветы II. С 1921 года наследие дома Романовых навсегда осталось в казне британской короны. Мария Текская с помощью придворного ювелирного дома Джерард сделала жемчужные подвески съемными, а также дополнила тиару изумрудными каплевидными подвесками. Теперь же Елизавета II с гордостью носит владимирскую тиару и считает ее любимым украшением, и надевает чаще остальных. А тиар, диадемы, корон у Елизаветы немало, ведь именно они являются центром ювелирной шкатулки королевы. Здесь действительно есть чем похвастаться. Каждая тиара тщательно подбирается для определенного случая. Например, на собственную свадьбу Елизавета II надевала франш-тиару, которая некогда принадлежала ее прабабушке, королеве Виктории. А вот это символ британской монархии – бриллиантовая тиара Георга IV. Придворные ювелиры изготовили ее в 1820 году для величественных особ. До сих пор это украшение считается частью британских королевских регалий и используется в церемониях коронации британских монархов. Украшают изделия 1333 бриллианта и 169 жемчужин. В дизайне можно разглядеть изображения Росчерт, Полоха и Трелисника – символа Англии, Шотландии и Ирландии. Ежегодно королева Англии появляется в тиаре Георга IV на открытии парламента. В остальное время украшения можно увидеть в качестве экспонатов галереи Букингемского дворца. Маргарет, сестра Елизаветы II, говорила, королева – это единственный человек, который может надеть тиару одной рукой, спускаясь по лестнице. И действительно, Елизавета II, как никто другой, знает, как носить такие драгоценности. Монаршая особа до сих пор слывет любительницей ювелирных украшений с крупными драгоценными камнями. Перед выходом в свет каждый свой костюм она дополняет тщательно подобранными аристократическими аксессуарами. Но почувствовать себя королевой может каждая светская леди. Достаточно лишь достать из гардероба лучший наряд, а украшения с природными драгоценными кристаллами от ювелирного дома Максим Демидов ждут вас на нашем сайте и в салонах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городах. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь и рекомендую вам подписаться на наши социальные сети и YouTube-канал, чтобы всегда быть в курсе ювелирных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова